можно начинать. Тема у нас сегодня очень интересная, но прежде чем начать, давайте проверим, как хорошо нам друг друга слышно и видно. Вот, а откуда вы? Я, правда, видел, что у нас есть и из Ельца, и очень много из Кемеровской области коллег. Сургут, Курган, Иваново, Ульяновск, Челябинск, Башкортостан, Муром, Ярославль, Украина, интернациональный, Москва, ну, пинар получается, Сургут, Курск, Красноярск, Крым, Екатеринбург, Иркутская область, Иркутск, Тамбов, Ростовская область, Новосибирск, Коми, в общем, вся Россия с нами, Шелихов и Нижегородская область. Хорошо, давайте сначала начнем с таких немножко организационных вопросов. Часто задается вопрос про то, как скачать оула, ну да и Душамбе даже с нами. Да, не ожидал. Часто вы задаете вопрос про то, как вам скачать презентацию и посмотреть видеозапись после вебинара. Теперь это стало чуть проще, мы немножко изменили порядок тем на портале EnglishTeachers.ru. Я сейчас покажу вам, где это искать. Как вы видите, можно это посмотреть в разделе «Учебники и учебные пособия», «Издательство, титул», «Семь». Вот, это буквально на первой странице сразу как откроется. Также могу сразу сказать, что у нас в этом месяце планируется очень много вебинаров в количестве семи тем, и первую тему будет озвучивать свою собственную, разработанную Мариану Юлину Калфу, 5 февраля, так что с сегодняшнего дня можно будет зарегистрироваться. Итак, хорошо, теперь вернемся к нашей теме. Отработка и закрепление лексико-грамматического материала с помощью всех компонентов УМК на уроках английского языка. Что тут важно? Ну, в первую очередь, то, что, конечно же, это очень важный вопрос, и как родилась эта тема. С помощью ваших предложений тем вебинаров, когда одна из учительниц попросила рассказать про важность работы с рабочей тетрадью. Вот, и еще тут соединение двух вопросов. Когда учительница на очном семинаре в Саратове меня спросила, сколько нужно раз повторить слово, чтобы точно его запомнить, как на этот вопрос смотрят авторы. На все это я попробую сегодня ответить и показать, как комплексно, используя все компоненты УМК, можно хорошо добиваться высоких результатов. Итак, для начала давайте посмотрим словарный запас англичан. Какой же он есть? Среднеангличанин использует 5000 слов. Это как пассивная, так и активная лексика. Уинстон Черчилль использовал 60... Надо учитывать, что, конечно же, большая часть была пассивной. Уильям Шекспир, но тут можно говорить только о пассивной лексике, более 15 тысяч слов использовал в своих текстах. Для сравнения. Элочка Людоедко использовала всего 30 слов, и ей этого хватало для коммуникации. Какой напрашивается вывод? А вывод прост. То, что необходимый запас слов возникает от необходимости общения. То есть, если есть ситуация общения, где нужно большее количество слов, то, соответственно, словарный запас расширяется. Если нет таких ситуаций, как у Аллочки Людоедки, то и 30 слов достаточно. Какие же виды словарного запаса бывают? Конечно же, мы все помним, что есть активный и пассивный словарный запас. Вот хочу у вас спросить, что вы считаете активный словарный запас, а что пассивный? Буквально в одно слово. Итак, что по-вашему активный словарный запас, а что пассивный? Давайте активно использую. Активно то, что используется регулярно. Устная речь актив. Все правильно. Те, которые часто используются активное. Верно. А пассивное? А пассивное не используем. Ну, не совсем верно. Как это не использую? Это же все-таки ваш словарный запас. Пассивные те, которые знаем. Все абсолютно верно. Это специально вас спрашивают для того, чтобы мы с вами говорили об одном и том же, потому что иногда люди путаются в этих понятиях. Итак, активный словарный запас – это запас слов, употребляемых в повседневной жизни. Пассивный словарный запас – это запас слов, которые узнаются при встрече с ними. Используется в повседневной жизни. Правильно, пассивные – это те слова, которые мы узнаем, активные – те, которые мы используем. Итак, давайте посмотрим на требования примерной программы по иностранному языку и в ГОС. Какой же лексический минимум выпускников считается нормой? В начальной школе ученик должен освоить 500 слов. В средней школе – 1200 слов. В старшей школе – 1400 слов. Включая ранее изученные слова. И скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, 500, 1200, 1400 слов – это активная лексика, пассивная лексика или все вместе? Ирина пишет «вся», «все», «все», «все вместе», «все вместе», «все вместе». Это все вместе. То есть здесь речь идет и о пассивной, и о активной лексике. И также обратите внимание, то, что в начальной школе мы осваиваем 500 первых слов, знакомимся. К этим 500 слов мы добавляем 700 в средней школе и еще 200 слов в старшей школе. То есть 1400 слов – это наш пассивный и активный словарный запас выпускника с 11 класса. Аналогичные требования предъявляются в УМК, таких как happyenglish.ru, enjoyenglish.ru и millenium.english. Как проверить свой словарный запас? Сейчас информационные технологии идут вперед, поэтому это стало возможным. Насколько это объективно или нет, судить сложно, но тем не менее. Есть тест от Новозеландского университета Виктории в Веллингтоне. Есть очень в интернете популярный тест YoWCAP. Одни форумчане пишут, что он очень хороший, другие на разных форумах. Другие пишут, что это все равно, чтобы смотреть в магический шар, но тем не менее он есть. И очень интересный, на мой взгляд, как и первый тест, это cambridgeenglish.org.ru, testyoenglish.ru. Дает возможность узнать свой уровень владения языком. То есть там пишется по уровням владения и по группе вопросов. То есть в эту группу вопросов вы владеете на таком уровне, в эту на таком, а в эту на таком, что является очень интересным. Итак, как же происходит обучение лексической стороне речи? Лексика выступает в речи в тесном взаимосвязи с фонетикой и грамматикой, и вообще другими видами речевой деятельности. И говорение, и письмо, и чтение, и аудирование. В общем, лексика связана со всем. Лексика более важный инструмент для общения, чем грамматика. Скажу почему. Если я скажу good morning, good evening, то вы, конечно же, поймете, о чем идет речь, а грамматики там практически никакой не будет. Это просто словосочетание, но которое несет в себе смысл. А если мы изучим правило, как используется present simple без слов, то эффекта такого не будет. Основными требованиями к употреблению лексики являются точность употребления, лексических единиц в контексте, богатство словарного запаса. То есть это те требования, которые выставляются перед учащимися. Какие принципы положены при отборе лексического минимума в УМК? Это статистические принципы частотности распространения. Насколько часто употребляется и насколько распространено слово, чтобы это не было каким-то диалектом Австралии или еще какой-то другой страны, там Уэльса или Шотландии. Лингвистические принципы. Семантическая ценность, то есть насколько данное слово подходит к теме, которую нужно изучить. Принцип сочетаемости. Принцип словообразовательной ценности, то есть как много можно слов образовать от данного слова. Какие прилагательные глаголы. И какие словосочетания можно также образовать с данным словом. Например, в слове get огромное количество словосочетаний возникает. Почему в ЕГЭ такая сложная лексика? Ну вообще считается, что в ЕГЭ лексика такая... ...с требованиями. Вот. На мой взгляд, учащиеся просто иногда недооценивают важность подготовки к ЕГЭ. И неправильно готовятся. То есть изучают не сам английский язык, а натаскиваются. Вот Александр Александрович пишет в ЕГЭ вполне нормально. Я тоже так считаю. Итак. Давайте посмотрим, как эти принципы работают в УМК. Например, Enjoy English для третьего класса. Вот у нас юнит 2 на странице 36, где в третьем упражнении нужно прочитать рассказ рассеянного Джима о себе. И закончить рассказ, ставив слова. Соответственно, эта лексика, мы с ней уже перед этим познакомились, начинает внедряться в речь. Далее. Нужно прочитать рассказы о Джиме. Джиме еще раз. И составить вопросы. То есть тут уже связь с грамматикой идет. Поскольку нужно составить вопросы. И затем, сейчас сделаю покрупнее. В шестом задании, в пятом задании нужно составить словосочетание, как мы говорили. То есть это будет, это важный момент, уметь составлять словосочетание в английском языке, поскольку часто меняется смысл. А в шестом задании у нас идет работа с изображениями. То есть изображение, они видят изображение и должны вставить нужное слово. Как это все сочетается с рабочей тетрадью? Очень просто. Как мы видим, в первом упражнении к данному уроку нужно ставить пропущенные буквы в новые слова, которые они уже изучили. Затем нужно составить ромашку, да, вы просите. И перевести. А затем в третьем задании нужно выполнить то, что было в учебнике. Просто это проще, поскольку если вы в учебнике сделали устно, а вам нужно сделать письменно, то, соответственно, вы используете рабочую тетрадь, в которой эти же предложения присутствуют, и нужно написать только конкретное слово. Соответственно, сокращается время, затраченное на уроке. И четвертое задание уже надо. Нужно закончить рассказ сжима о себе, используя слова. То есть опять идет повторение. О повторении мы сейчас еще дальше поговорим. Ну а пока давайте посмотрим на happyenglish.ru. Интересный пример, да. То есть сначала в пятом задании нам нужно посмотреть на слово и запомнить, как оно выглядит по-английски, как пишется, и назвать его. Затем нужно послушать новые слова и прочитать их вслед за Мартином. А затем нужно прочитать слова самому, то есть после того, как вы уже научились, а потом послушать уже Диану и проверить себя. То есть тут уже идет момент рефлексии, о котором поговорит в своем вебинаре в феврале Алена Евгеньевна Козейчева. Ну и как я говорил, да, посмотрели перед этим на картинку и выучили слова. Как это сочетается опять-таки с рабочей тетрадью? Очень интересным образом. В третьем задании нужно эти же слова, которые были изображены как подписи у картинок, перевести на английский язык с русского. А четвертое задание – это те задания, которые очень любят учащиеся. Нужно разгадать кроссворд, в котором зашифрованы все новые слова, которые были изучены в данном уроке. И это дает тоже возможность закрепить... ...лексику. Какие трудности возникают при обучении чтению? В первую очередь, межязыковые трудности. Это несовпадение объема значений слова в русском и английском языках. Стилистические коннотации, например, черная кошка, black cat. Вот кто помнит? В русском языке мы знаем, черная кошка дорогу перешла к несчастью. А black cat что означает в английском языке? Да, это кудача. То есть, насколько разное значение. Если в русском языке это к неудаче, то в английском кудача. Абсолютно верно. И если в предложении со значением, где black cat имелось в виду как удача, учащийся не будет этого знать, то переведет он абсолютно неверно. Это тоже нужно учитывать. Например, говядина не cow, а beef. То есть, beef это взятое из кельтского языка. Мы не говорим о говядине cow, хотя грамматика и лексика английского языка могла бы это предполагать. Мы говорим beef. На это тоже очень можно попасться и перевести неправильно, либо вообще не перевести. Какие же внутриязыковые трудности тоже присутствуют? Многозначность слов. Например, слово get в различных сочетаниях выдает огромное количество значений. И иные тонкости языка. Их очень много. Об этом можно написать целую диссертацию или даже докторскую диссертацию. Вы их, в принципе, все очень хорошо знаете. Работа по формированию и развитию лексических навыков проходит вот каким образом. В первую очередь, используется закон Миллера. Миллера – это из психологии. То, что нужно предъявлять слов не больше среднего объема короткосрочной памяти. Это плюс-минус 7. Плюс-минус 2 от 7. То есть, соответственно, от 5 до 9 слов. Также нужно использовать закон повторения. Он используется в УМК. А как, собственно, что он из себя представляет? В первый раз мы изучили слово, во второй раз нам нужно его повторить в течение урока через 20-30 минут. Затем третий раз через день. Это будет уже полуконтролируемое, скорее всего, повторение, когда учащийся выполняет домашнее задание. И четвертый раз через 2-3 недели. Ну, например, с помощью УКП, когда он будет выполнять самостоятельное задание. Или снова с помощью УКП. Также есть метод ассоциаций. Это, как могут быть, с изображениями, как и с другими словами по дефиниции. Метод мест, который базируется конкретно уже на зрительных ассоциациях. А теперь, отвечая на вопрос, сколько раз нужно повторить слово, ну, конкретных, точных ответов нет. Мы попробовали сделать статистику употребления некоторых слов в различных учебниках наших линейок. Итак, сколько раз употребляется слово «play» в УМК «NG English» для третьего класса? В учебнике это слово употребляется 124 раза, в рабочей тетради еще 48 раз, и в УКП еще 88 раз. Если вы берете как дополнительное пособие «Redup», я в конце о нем немножко поговорю, то, соответственно, у вас еще некоторое количество раз будет это слово введено. Посмотрите, это уже получается, «play» это из активной лексики, соответственно, и слово «play» будет использоваться чаще. Получается очень-очень большое количество раз использования данного слова за год, да, повторения. Если использовать учебник, уже получается практически в два раза меньше, чем если с рабочей тетрадью и УКП. В УМК «NG English» для пятого класса, слово «suggest» — это будет уже из пассивной лексики, но тем не менее в учебнике употребляется 14 раз, в рабочей тетради еще 5, в УКП еще 20 раз. Так, мы снова видим, что, используя рабочую тетрадь и УКП, мы данное слово с пассивной лексики можем даже в два с половиной раза больше потренировать, чем если мы используем только учебник. В УМК «NG English» для 11 класса я взял слово «support». В учебнике 56 раз, в рабочей тетраде 37, в УКП 25 раз. Соответственно, получается опять в два раза больше можно увеличить количество повторения слова до проработки его, если использовать и рабочую тетрадь, и УКП. Точно так же в миле мы взяли слово «take», это из активной лексики для третьего класса. В учебнике 25 раз, в рабочей тетраде 11, в УКП 26 раз. Вы можете увидеть, какой большой объем повторений у нас происходит. Точно так же в миле минимум «NG English» для шестого класса, слово «imagine» в УКП 19, в рабочей тетраде 10, в учебнике 15 раз. Что такое УКП? Отличный вопрос. Это обучающая компьютерные программы куча. Вот, и Алена Евгеньевна тоже подтверждает, я вижу, что не у всех есть звук. В крайнем случае, посмотрите потом в видеозаписи. К сожалению, интернет не у всех хорошо работает. Итак, в УНК happyenglish.ru для второго класса слово «get» из активной лексики используется 18 раз, в рабочей тетраде 7, и в УКП еще 12 раз. То есть тоже уже очень большой объем. И в happyenglish.ru для десятого класса в учебнике используется 17 раз слово «protect», в рабочей тетраде 5, а в УКП нету, поскольку данное УКП к данному классу еще не выпущено. Сразу можно увидеть, насколько не хватает нам обучающих компьютерных программ. Давайте посмотрим, как часто происходит повторение. Итак, мы видим учебник «Миле» для третьего класса и задание 1 нас интересует, где нужно повторить, прочитать «Where's the jam?», точнее, послушать и сказать, где же потерялся jam. Здесь вводится 5 новых слов. Как я говорил, не больше 7-9 слов, по минимуму взяли 5. Хорошо усвоится. Вот. И вообще «Milie New Millennium English» безотрывно, они очень взаимосвязаны. Рабочая тетрадь и сам учебник. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы эти слова познакомились, увидели, узнали. И затем в рабочей тетради уже мы отрабатываем это при помощи, например, упражнения 2, где нужно доказать, догадаться, какие слова пропущены и дописать их. Слова, которые есть, как вы видите, как раз из новой лексики, которая вводится. В третьем упражнении снова нужно поработать с данными словами, но уже вписав имя, но тем не менее, для того, чтобы понять предложение, нужно знать эти уже новые слова. И в четвертом упражнении нужно уже конкретно эти новые слова вписать в предложение, их использовать. Сразу можно увидеть, кто что понимает, и сразу мы видим, насколько часто повторяются у нас, как у нас много идет повторений для ввода новой лексики. Слышал, что слово должно повториться не менее 21 раза для продуктивного запоминания. Ну, я думаю, что для российских школьников современных можно и 40 раз повторить, и для этого как раз авторы очень много стараются и следят за этим. Отбор грамматического материала. Давайте посмотрим, как это происходит. В первую очередь грамматика зависит от лексики, то есть отбор грамматики строится с учетом уже отобранного словаря. И это важно. То есть от лексики зависит грамматика. Также отбор грамматики необходимо систематизировать. Как это делается? По описанию понятий, явлений, предметов, выражения количества, сравнения, выражения действий временных отношений, выражения модальности и так далее. То есть от самого простого к более сложному. Итак, давайте посмотрим на примере из New Millennium English, как идет взаимосвязь грамматики, лексики и всех остальных видов речевой деятельности. И посмотрим на упражнение 3. В части C нужно послушать и распределить, что есть верно, что неверно. А в части D уже нужно составить свое собственное предложение. Это будет уже задание лексикограмматического характера, используя слова в табличице справа. Дальше это идет с закреплением в рабочей тетради. И нас интересует упражнение 1, где нужно написать, собственно, переписать предложение, да, то есть поменять все местами. в happyenglish.ru для пятого класса. Давайте посмотрим, как здесь это все происходит. Мы об этом сейчас еще будем говорить, но грамматика здесь вводится вот каким интересным способом. Вы, поскольку все налицо, да, то есть теоретически разложено в доступной форме, вы можете предложить учащимся разобраться вниз самим и сделать вывод, либо рассказать это сами, с вашей стороны, со стороны учителя. А дальше вот что происходит. Дальше нужно перевести с новым грамматическим явлением предложение на русский язык, затем видоизменить предложение, чтобы сократить, да, сделать через апостроф have, 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 Во втором задании нужно, поработав парах, исправить неверные утверждения, ответив, также ответив на них, имеешь ли ты это или не, или не имеешь чего, то есть уже чисто грамматическое задание. После этого это тут же отрабатывается в рабочей тетради, нужно опять-таки перевести на русский язык предложение, затем точно так же и соответственно вы будете закреплять и повторять вновь изученную грамматику. Введение грамматического материала также происходит как? Сначала идет этап ознакомления с грамматическим материалом. Что он включает? Презентацию и объяснение. Ну, это, конечно же, понятно. Дальше учащиеся выводят правила сами или новые грамматические явления предъявляются учителем. Какие же упражнения существуют для формирования грамматических науков? Это упражнения в узнавании дифференциации грамматических явлений, упражнения в субституции, то есть подстановке лексических единиц в грамматическое явление. Упражнения в трансформации, где вам нужно трансформировать слово, допустим, поставьте simple либо present continuous. Вопросно-ответное упражнение, которое мы с вами только что видели. Репродуктивное упражнение, это где нужно, например, перевести из прямой речи в косвенную, сделать пересказ, переводные упражнения, где нужно перевести с русского на английский, с английского на русский. Давайте посмотрим, как это все применяется в УМК. И, например, на примере happyenglish.ru для второго класса начнем с этим разбираться. В четвертом задании нужно прочитать вопросы, посмотреть на картинки и дописать ответы. Картинки помогают визуализировать слова, то есть у нас сразу идет связь с визуальным образом и с словом на английском языке. Также это будет вопросно-ответ на упражнение, поскольку здесь есть вопрос и ответ. Дальше урок Ворона, а уроки Ворона идут через всю началку, линейку начальная школа happyenglish.ru нам нужно повторить вопросы с Дианой и дать на них ответ либо да, либо нет на английском языке, что тоже будет отработка грамматических явлений. Опять-таки связь с лексикой, поскольку нужно еще и употребить слова на английском языке по картинкам, которые нарисованы. Дальше, если смотреть в рабочую тетрадь, это все будет повторяться в упражнение один, допустим, прочитай вопросы, посмотри на картинки и допиши ответы на вопросы. То есть, если там мы говорили устно, то здесь мы записываем уже ответы. Дальше нужно обвести в предложение глагол из. Очень хорошее задание для начальной школы, поскольку очень часто ученики в началке у нас пропускают глагол из. из предложений, поскольку для них это непривычно в родном языке. А третье задание интересно тем, что можно очень легко проверить, насколько хорошо они разобрались, что такое вопросительное предложение, а что такое утвердительное предложение, поскольку здесь нужно поставить либо точку, либо знак вопроса, либо знак восклицания. Сразу можете увидеть, кто как понял новую тему. Вот, пожалуйста, в увеличенном виде очень хорошо это все видно. В Enjoy English для пятого класса тоже все это очень интересно вводится. Вообще в Enjoy English для пятого и шестого класса каждый урок начинается с аудирования. Как это происходит? В 122 и 123 упражнении нужно прослушать текст, выполнить задание. Уже в 124 нужно составить слово сочетание. Очень важное умение для сдачи экзаменов и вообще для грамотного владения английским языком. Далее мы смотрим с вами на упражнение 126, где нужно по вопросам сделать рассказ о том, как ты отпраздновал свой последний день рождения. Соответственно составить пересказ по вопросам по плану. И 127 поработав парах нужно восстановить диалог и, как я говорил, использовать глаголы в past simple. Это будет трансформация. тут же это все повторяется в рабочей тетради инженер лишь для пятого класса. Например, в упражнения 42 и 43. В 42 упражнении нужно снова вернуться к картинке из учебника. ...к предложениям. А в 43 нужно посмотреть на картинку и заполнить пропуски, то есть ставить предлоги. В 44 упражнении тоже очень интересное задание. Нужно восстановить кроссворд при помощи предложения. То есть выяснив, какого слова не хватает предложения, посмотрев на буквы, которые все-таки стоят в кроссворде, определить, какое слово требуется. На этом упражнении тоже очень хорошо можно проверить, насколько хорошо они выучили новую лексику и, собственно говоря, разобрались в теме. New Millennium English для 10 класса можно, нас интересует, также вводится очень много через аудирование, но вообще это интересный подход. Так, в форме, смотрю, уже интересное такое обсуждение пошло. Никто не пропал, мы все здесь. итак, как же в New Millennium English для 10 класса все это происходит. Если в третьем упражнении они должны были прослушать текст, выполнить задание, то в третьем C уже прослушать его и отметить, что верно, что неверно, а в третьем задании D, опять-таки собрать уже предложение. Также, что интересно, лексика неотрывно идет и от чтение. И нужно выполнить задание на чтение, прочитать вторую часть того, что они уже прослушали, и ответить на вопросы. Так тоже очень хорошо вводится и лексика, и запоминаются грамматические явления. И дальше, когда они уже познакомились с этим в аудировании, в чтении, идет уже чисто лексические и грамматические задания. Например, задание 5А, где нужно составить словосочетание. Тут же это все отрабатывается в рабочей тетради. Рабочая тетрадь уже в нем лишь направлена больше на грамматику, на письмо, где нужно переписать предложение, да, и чтобы остался тот же смысл, но по-другому. Или во второе задание, где нужно заполнить пропуски, вставить слова. Опять-таки, на таком упражнении вы сразу увидите, кто как понял изучаемый новый материал. Итак, в EnjoyEnglish, например, для 11 класса. Тут есть, например, очень интересное задание, это спайдерграмма, очень хорошо помогает систематизировать новую лексику, разобрать ее по темам, где нужно подобрать к общему такому слову Health, здоровье, синонимы, подходящие слова. Тут же это все отрабатывается в рабочей тетради, и что интересно, в данном случае рабочая тетрадь очень экономит ваше время, поскольку те задания, которые выполняли, должны выполнить в классе с учебником систематизированным, можно выполнить в рабочей тетради, поскольку здесь все это дано. Как же работают обучающие компьютерной программе в системе обучения? Давайте посмотрим. Они дают возможность самостоятельного выполнения учащимся заданий, возможность повторения материала в рамках одного упражнения, поскольку кликая раз за разом на упражнение, вы будете видеть его немножко в разных вариантах, поскольку там есть такая функция, то есть оно не будет повторяться как минимум в течение пяти раз. Хотя упражнение одно и то же, одни и те же цели. Повышение КТ-компетенции в рамках ГОС и развитие универсальных учебных действий. Давайте посмотрим на примерах, какие же у нас интересные обучающиеся компьютерные программы, что можно использовать. Я думаю, можно начать с самого начала. И посмотрим на примере Enjoy English для десятого класса, обучающей компьютерной программы в новой версии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь нужно выбрать нужное слово, которое подходит в предложение. Если все верно, то забивается гол, если неверно, то вратарь словит мяч. Как вы видите, задание сложное, и требуется количество времени, чтобы подумать. Вот пятый пишет, а у меня пятые классы бы очень это оценили. Ну, в пятых классах футбол вообще на первом месте должен стоять. В пятом классе есть своя обучающая компьютерная программа, очень интересная. Ну, как вы видите, счет 8 из 8, но я думаю, что многим учащимся это будет сложновато. Но, тем не менее, когда сложно, тогда и интересно. Еще одно очень интересное задание из ОКП для 10 класса Enjoy English. На спайдерграмму. То есть, если мы это делали в рабочей тетради, то сейчас это можно попробовать сделать в ОКП. ОКП для 10 класса, так же это можно попробовать сделать самостоятельно ученикам. Сразу можно увидеть, какой был правильный ответ на видеокурсор, показываются ключи, и исправить свои ошибки. Выполнил задание снова, но уже в другом предъявлении. Давайте сейчас вы это увидите, то, что упражнение два раза одинаково не показывается. Здесь будет то же самое упражнение, но уже немножко другие слова и в другой теме. То есть, был... Мьюзик остался, второе слово изменилось. Слова новые. А по сути, задание то же самое. 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 Как вы видите, если все верно, то появляется какая-то какой-то интересный ролик. Все обучающие компьютерные программы, лицензионные, имеют защиту. Например, из новой обучающей компьютерной программы Enjoy English для 11 класса. Роль лимита времени выполняет в данном случае самолет. Нужно убрать лишнее слово. Хорошо. Также и в других классах есть очень интересное задание. Например, Enjoy English для 9 класса. Это уже будет лексико-грамматическое задание. Тут нужно прочитать сначала инструкцию. И после того, как прочитали, выполнять задание. В данном случае есть шкала Time, то есть тоже регулируется время на выполнение. Нужно учесть много факторов. В каком времени нужно написать слово, в каком числе, множественном или единственном. Продолжение следует... Вот Юлия Винникова пишет. У нас это упражнение не получается, так как дети не успевают. Я думаю, что немножко потренировавшись будет получаться, и так оно намного интереснее. Нет, с данными заданиями можно работать и массово, на самом деле, где вам называют, допустим... Слова, которые нужно впечатать, либо буквы, либо одному ученику, и он впечатывает. Да, значит, скачать данные программы нигде нельзя. Они все у нас защищены авторским правом. Купить можно в интернет-магазине. Издательство титул. Алена Евгеньевна дает ссылку. Прямую сразу на интернет-магазин. Итак, давайте посмотрим на постеры из Enjoy English. Вернемся к истокам, к начальной школе. Одну программу можно установить только на одном компьютере. Итак, давайте посмотрим на еще один постер в Enjoy English. Здесь отрабатывается Put Christmas presents into a bag. Новогодняя тематика. Put presents into the stockings. Fireplace. Christmas card. Skates. Face. Knee. Hand. И посмотрим на еще один, последний сегодня ролик. Извините, Лениума English, попробую взять в следующих вебинарах видеозахваты. Здесь нужно составить модель к предложению. И когда-то не работает, то вы получаете рознь. Надо передач geese. И вот у всех будет парни. И в последний meeting будут выбрать человек. И завтра они будут выбрать singer. По дороге женщины. И это попытаться не с歡э essas улицей. И вы получаете крас vedere character's member. И пока я не буду спрятать лучше. И если все верно, то вы получаете рознь. Если у вас не пошла какая-то программа, стерся код, вы можете посмотреть на оборотную сторону диска. В левой стороне будет адрес техподдержки, вам всегда помогут и активировать, и разобраться в любой ситуации. Итак, давайте посмотрим дальше. Мы говорим о том, что у нас очень много добавляет рабочая тетрадь использования. Сейчас мы увидели, что нам дает обучающие компьютерные программы, очередной круг возможностей. А теперь давайте посмотрим, что нам дают дополнительные пособия. Как еще один способ расширить работу по ОМК. Помогают индивидуализировать обучение, потому что одна и та же тема дается на примере разных текстов, немножко с разной стороны, расширить знания по конкретной теме. И мы с вами это увидим. То есть, опять-таки идет немного иной подход, другая информация, хотя все те же слова, та же грамматика. Повторить пройденный материал на новом социокультурном материале. Повысить интерес учащихся к предмету. И давайте посмотрим на примере редап для третьего класса. И для начала посмотрим на тематику. Да, то есть, тут идет стихотворение, портрет моего друга, история, еще ряд интересных тем. И как это все, чему ты научишься. Здесь есть замечательный такой раздел. Ну, давайте посмотрим на примере портрет моего друга, текста. Ты научишься устанавливать последовательность событий, использовать текст истории для изучения новых слов и повторений известных. На мой взгляд, очень хорошие, интересные навыки. Вот в одной еще и с тем. Понимать основную мысль прочитанного. Тоже очень важное умение. Находить нужную информацию в тексте. И так далее. Как это все происходит на практике. Как я говорил, по рассказу My Friend's Portrait. Сначала читаем рассказ. Затем выполняем упражнение. Расставляем слова, предложения, точнее, по порядку. И, соответственно, у нас получается краткий пересказ. Мы учимся правильно и логично пересказывать. Затем нужно решить кроссворд, разгадав, что же зашифровано на изображениях. Вспомним, как эти слова звучат по-английски. Еще один интересный пример. И тут будет к вам вопрос. Как вы думаете, вот эта страница взята для какого класса редапа? Пока отвечу. Редап можно заказать в интернет-магазине. Также он и в розницу продается. Шестой. Пятый, шестой. Десятый даже класс. Ага. Шестой. Четвертый. Да. Правильный ответ. Это для четвертого класса. И как вы думаете, почему именно так? Очень интересный вариант. Снова повторить лексику. Название времени по-английски. Да, то есть у нас в учебниках обычно идут часы. А здесь авторы взяли и вспомнили про часовые пояса, учитывая, что у нас в России очень большая, большая страна. Текст на самом деле очень-очень простой. Если вы внимательно посмотрите, я даже чуть-чуть увеличу. Текст очень простой, реально подходит для четвертого класса, но тема уже такая, более взрослая, более серьезная, поэтому я думаю, она будет очень интересна учащимся. Вот. Ну и узнаем, собственно говоря, как сильно у нас отличаются часовые пояса, что некоторые нас смотрят уже даже глубокой ночью, а некоторые рано-рано утром. Давайте посмотрим на еще один пример, уже из нового редапа для восьмого класса. Здесь у нас идет погружение в музыку. Учащихся знакомят с как известными поп-артистами, так и с мэтрами прошлого классиками посредством как текстов, так и упражнений. Например, поработайте в группе, сделайте какие-то выводы, да, и ответьте на вопросы. То есть уже получается целый рассказ, мы учимся пересказывать текст или какой-то отвечать на вопросы. И вводим, соответственно, еще раз изученную лексику. Также дается глоссарий практически везде, новых слов, либо тех слов, которые как раз и нужно изучить и повторить. Вот, собственно говоря, и все, да, то есть мы с вами что увидели? Мы с вами увидели то, что сколько дает нам учебник, да, что к этому прибавляет рабочая тетрадь, что прибавляет для изучения лексико-грамматики ОКП. И как это все еще можно усилить посредством редап, если у вас, допустим, когда проверять задание редап. Я бы на вашем месте редап использовал вот когда. Если у вас группа очень сильная, и, соответственно, вы успеваете пройти то, что требуется на уроке, например, в Enjoy English требуется 70% упражнений в начальной школе использовать, в средней старшей школе 80%. Если вы успеваете, вы можете взять редап дополнительно. Вы можете взять редап, вот у меня такое часто было, когда вы выставили уже четвертные оценки, и заниматься по учебнику не так интересно. Вы можете использовать редап, если у вас остались свободные уроки. Вот, то есть, уделить этому отдельное время, либо какую-то часть урока. Сертификат будет чуть позже. Ну и, подводя итоги, можно, я думаю, вы со мной согласитесь, вот интересно будет, да или нет, что использовать весь комплекс УМК намного интереснее и намного полезнее, чем какие-то отдельные его элементы. То есть, соответственно, вот уже соглашается. Редап тоже нельзя скачать, он защищен авторским правом, его можно купить в интернет-магазине нашего издательства на englishteachers.ru, либо на главной странице издательства TITLE. Итак, если есть вопросы, есть, я отвечу. Вот. Идет обсуждение того, как использовать редап. Я чувствую, всем понравится. Будет быть балетовая снова введена. Об этом всем очень хорошо написано у нас в теме «Как отстоять учебник». На данный момент нового перечня не готовится. Учебники готовятся к экспертизе электронные. Так. На данный момент учебники enjoyenglish и happyenglish.ru проходят проверку, да, как электронные учебники. Мы их готовим, готовы все подать. На 2015-2016 год перечень не будет издаваться. Таких планов, насколько нам известно, нет. Хорошо. Раз все хорошо, на все вопросы ответил, соответственно, мы даем вам ссылку на скачивание сертификата и ждем вас на новых вебинарах в феврале. Сейчас справа появится инструкция, как скачать сертификат. Сертификат действует в течение, ссылка, точнее, для скачивания сертификата действует в течение трех часов. Так что будьте внимательны. Следуйте инструкциям на слайде. Скопируйте код, либо пишите его на бумажке, потом вставляйте, и у вас все получится. Большое спасибо, до новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...